Всем привет! В группе саркицистов появилась серия крутых артов на SCP-2191, и в этом видео вы сможете их увидеть. Ссылка на их группу есть в описании. SCP-2191, Фабрика Дракулы, Объект номер SCP-2191, Класс Объекта Кетер, Ранее Евклид, Особые условия содержания. Фонд должен продолжать осуществлять мероприятия по наблюдению за объектом, но не взаимодействовать напрямую с SCP-2191, а также с ритуальными практиками общин из окрестностей леса Хоя-Бачил. Исследование SCP-2191 любыми способами, кроме как посредством удаленно управляемых дронов, запрещено. Оперативники фонда должны действовать под видом сотрудников лесной службы Румынии. В случае нарушения границ периметра гражданскими лицами или агрессивными сущностями разрешается огонь на поражение. Описание. SCP-2191 представляет собой храмовый комплекс, находящийся на густо заросшей территории леса Хоя-Бачил в Румынии. Первые два этажа строений имеют близкое сходство с православными монастырями, обычными для этой местности. Предполагается, что данное совпадение является попыткой скрыть истинную природу SCP-2191. На нижних этажах комплекса были обнаружены элементы фракийской и докийской архитектуры. В тоннельной системе комплекса, представляющей собой самую глубокую из известных частей SCP-2191, были найдены артефакты, принадлежащие Кукутинь-Трипольской цивилизации. Считается, что пещеры SCP-2191 были созданы искусственным путем, скорее всего, в промежутке от 4800 до 3000 года до н.э. В SCP-2191 обитает популяция организмов, совокупно обозначенных как SCP-2191-1. Генетически, Тире-1 являются людьми, но обладают рядом значительных с виду фатальных мутаций. У Тире-1 отсутствует большинство внутренних органов, за исключением легких, сердца и ствола головного мозга. Наружный эпидермис лишен пигмента и напоминает разбитый фарфор, что, возможно, связано с синдромом Эрликина. Особи выглядят андрогинными и, либо с рождения не имеют вторичных половых органов, либо были лишены их. Их регрессировавшие глаза покрыты слоем кожи, делающим их по большей части слепыми, но позволяющими реагировать на свет. Особи испытывают дискомфорт от воздействия света с длиной волны более 10 нанометров. Из остальных отклонений от Homo sapiens наиболее примечательными являются сплющенные вздернутые носы и воронкообразные уши. Обе эти особенности считаются обусловленными зависимостью от слухового и обонятельного восприятия. SCP-2191-1 не используют для общения речь. Единственный звук, который они издают – частые щелчки языком. Считается, что это некая форма эхолокации. SCP-2191-1 не подвержены явному физическому старению и не постарели с момента постановки на содержание. Дальнейший анализ выявил у них аномально медленную скорость обмена веществ. Особи-1 не считаются биологически бессмертными, однако имеют существенно замедленный темп омертвления клеток. SCP-2191-2 – совокупное обозначение группы человекообразных организмов. Они различаются по форме, размеру и предназначению, поэтому классифицируются как Тире-2А, Тире-2Б и Тире-2С. Генетический анализ показал близкое сходство с членами той же подгруппы. Ближайший предок SCP-2191-2 – Homo sapiens. Считается, что SCP-2191-2 развились не в ходе естественной эволюции, и истинное их происхождение остается неизвестным. Тире-2А с виду напоминают миног, но их внутренняя структура ближе к пиявкам. В брюшной полости каждого Тире-1 имеется особь Тире-2А, обычно расположенного на месте желудка и тонкого и толстого кишечника. Тире-2Б представляет собой инвазию червеобразных организмов, живущих в полостях стен SCP-2191. Судя по всему, SCP-2191 был сконструирован системой каналов для перемещения Тире-2Б. Эти тонкие длинные организмы проникают в телесные отверстия SCP-2191-1, главным образом через рот или задний проход, но, похоже, не доставляют своим носителям какой-либо вред или дискомфорт. Считается, что Тире-2Б разносят по SCP-2191 питательные вещества, извлеченные из недавно питавшихся особей SCP-2191-1. Тире-2С, как и Тире-2Б, населяют внутренние помещения SCP-2191. Их щупальцевидные отростки, состоящие в основном из нейронов, прицепляются к особям Тире-1 в основании позвоночника, когда те неактивны. Тире-1 демонстрирует поведение разумных существ, включая принятие молитвенных поз, только тогда, когда к ним прицеплен Тире-2С. Тире-1, находящийся в соединенном с Тире-2С состоянии, считается неактивным. Когда SCP-2191-1 входит в активное состояние, они покидают SCP-2191 и начинают агрессивную охоту за живыми людьми, не обращая внимания на животных и мертвецов. Несколько Тире-1 не могут одновременно войти в активное состояние, несмотря на это, между закатом и рассветом обязательно проявятся в активном состоянии и охотятся стаей. Вместо этого предпочитаю рассредоточиться по лесу. Для нейтрализации жертвы они используют паралитический агент, который вводят через ядоносные шипы, расположенные в нижней части кисти каждой руки. Если жертва была успешно обездвижена, Тире-1 открывает рот и расширяет свою глотку, вывихивая челюсть в процессе. После этого из внутренности Тире-1 выходит особь Тире-2А и начинает процесс питания, присасываясь к шее жертвы при помощи зубчатого ворончатого рта. Сначала Тире-2А вводит пищеварительный фермент, разжижающий органы, мышцы и кости, а затем поглощает образовавшиеся в итоге питательные жидкости. Процесс поглощения может продолжаться от 20 до 50 минут в зависимости от размеров жертвы. Несмотря на то, что было известно о существовании строения в окрестностях леса Хуэбачио, оно не было определено фондом как аномальное до августа 1916 года, когда по неопределенным причинам исчезло 244 солдаты 1-й армии Австро-Венгрии в ходе битвы за Трансильванию. Постановка на содержание была организована лишь в начале 1919 года по причине Первой мировой войны. Лишившись источника пищи, особи Тире-1 в декабре 1924 года перешли в неактивное состояние. К обнаружению SCP-3 привело несколько инцидентов, произошедших между 1932 и 1977 годами. 26 сентября 1932. Греция. Ирисосское землетрясение разоряет полуостров Халкидики и приводит к 491 жертве. 126 человек пропали без вести, но инцидент признан не аномальным. Связь с SCP-2191 установлена только несколько лет спустя. 26 декабря 1939. Турция. Иринджанское землетрясение приводит приблизительно к 33 тысячам жертв. Местные жители рассказывают о гигантском змее, вырвавшемся из-под земли и начале землетрясения. Фонд начинает расследование в этом районе. 10 ноября 1940, Румыния. Землетрясение наносит удар по Вранче, но жертвы оказываются малы. Граждане сообщают о вампирских атаках в начале происшествия. СМИ публично отклоняют данное заявление, сочтя его суеверием. 18 марта 1953, Турция. Иниджи и Невские землетрясения приводят к масштабным разрушениям. Число погибших составило около 1000 человек. Несколько выживших сообщают о том, что видели руку осьминога. Вырывающиеся из-под земли. Гражданские рассказывают о бледных людях, атакующих выживших ночью. Данные сообщения прекращаются спустя месяц после происшествия. 26 июля 1963 Македония. Землетрясение в Скопье приводит к гибели около 1000 человек. Еще 200 тысяч остаются без крыши над головой. Примерно 500 человек пропадают без вести в начале бедствия. Поступают сообщения о бледных людях в ночи. 4 марта 1977 года. В результате землетрясения во Вренче погибает около 1500 человек. Найдено только 800 тел. Поступают сообщения о бледных людях и щупальцах, утаскивающих людей под землю. Паника распространяется на весь регион. Оперативникам фонда удается установить связь с SCP-2191. SCP-2191-3 является организмом, центр которого расположен глубоко внутри SCP-2191. Установить его истинные размеры сложно, если вообще возможно. Но корневидные отростки существа простираются по площади примерно 660 тысяч квадратных километров. SCP-2191-3 выделяет крайне едкое коррозионное вещество, используемое для создания тоннеля через весь Балканский полуостров. Тире-3 разумен и контролирует особи Тире-1 и Тире-2 посредством физического взаимодействия с SCP-2S. В настоящее время они считаются специальными придатками, прикрепленными к Тире-3. И выделение комплекса феромонов. SCP-2191-1 выступает в роли слуг-кормильцев для Тире-3. Недавно было выяснено, что ряд граждан, обитающих в отчужденных деревнях окрестностей леса Хоя-Бачио, активно поставляли Тире-3 людей в качестве жертвы с целью минимализировать сейсмическую активность. Интервью от 1977-го. Опрашиваемый Драга Негреску. Опрашивающий доктор Джудит Лоу. Введение. Драга Негреску старейшина деревни и повивальная бабка возрастом 96 лет родом из... Она проявляет знания, связанных с SCP-2191 фольклора и традиций, и утверждает, что является истинным соломонаром. Соломонары сейчас известны как секта, исповедующая протосоркицизм. Спорным является вопрос, кто из современных приверженцев с аркицизма может считаться истинным соломонаром. Принимая во внимание, что удалось узнать в SCP, современные приверженцы располагаются маленькими группами вдоль Карпат и не имеют друг с другом связи. С аркицизм в современном его виде представляет собой смесь местных обычаев и кровавых ритуалов соломонар. Интервью было проведено на Докиско-Румынском. Начало протокола. Доктор Джудит Лоу. Что вы можете рассказать мне о храме? Драга. Это место, где мать пребывает. Подобно королеве, она посылает своих преданных пчел собирать нектар. Как хорошие пчеловоды, мы помогаем улью процветать. Как вы теперь знаете, будет лучше для всех нас, если нам позволят продолжить выполнять наш священный долг. Доктор Джудит Лоу. Кто такая мать? Драга. Мать была одной из принцесс, самой красивой из дочерей Кровавой Императрицы. Великий корцист, царь-колдун Святилища, стремился завоевать и завоевал владение Кровавой Императрицы. Он клеймил ее по праву своему и стала она его избранной наложницей. Со временем она поклонилась великому корцисту, так же, как и все мы. Те, кто всегда сохраняют традиции. Она умоляла великого корциста разрешить ей вынашивать его детей. И тот благословил ее своим священным семенем. Мать росла в достатке радости. Здесь она была посажена и здесь она выросла. Мы, как и бледные, должны были поддерживать ее упитанный и удовлетворенный. Бледные изрыгали нектар из множества ртов ее. И дети матери были вскормлены ее грудью и выросли сильными. Теперь мать и эти земли единое целое. Ее подземная луна растет и скоро прорвется. Все окружающее вас для богов всего лишь труд. Конец протокола. Заявление Совета О5. Есть люди, которые хотят верить в то, что фонд никогда не поддерживал и не будет поддерживать планы и желания аномальных существ. Фонд предпринял меры по постановке SCP-2191 на содержание. И сейчас это привело к гибели около 40 тысяч человек за 45 лет. И очевидным решением была бы ликвидация угрозы. И мы пытались. Количество жертв среди граждан и сотрудников фонда намного превысило все допустимые пределы. С целью сдержать гораздо большие угрозы мы позволили этому питаться. Мы осведомлены о нарушениях, которые допускаем этой процедурой. Это не в первый и не в последний раз, когда фонд вынужден потакать меньшему злу, чтобы не допустить большего. Мы верим, что в конце концов наш метод станет более допустимым и уважающим этику и целесообразность. Мы ясно понимаем, что каждая жертва питает SCP-2191-3, помогая ей и ее выводку расти. Но мы не можем принести в жертву целый балканский полуостров ради устранения угрозы. Только не сейчас.